Приветствую всех на канале Артамонов Лайв. Сегодня снимаюсь в очередное видео, и в этом видео я хочу ответить на вопрос одного из моих подписчиков, который мне написал ВКонтакте. Вопрос был следующего характера. Семья хочет приехать в Германию, и здесь человек хочет переучиться на другую профессию, на профессию физиотерапевта, так как он хочет свою жизнь связать с этой профессией, и у него есть до этого полученная другая профессия, это спортивная, то есть связанная со спортом. И сегодня именно в этом видео мы разберем этот вопрос. Для начала, друзья, я вам советую посмотреть канал Чисто Пермский. Это канал Александра, который является диджеем и тату-мастером. Он снимает о том, как отдыхает простой народ, и также снимает влоговые видео о своей семье. Если вы здесь приезжаете в Германию, хотите переучиться на другую профессию, это возможно, но для этого нужно изначально при первых же терминах в джоп-центре заявлять, что вы хотите связать свою жизнь с такой-то, такой-то профессией, это ваша мечта и тому подобное. Что, в принципе, сделала моя жена Инна, она об этом мечтала, связать свою профессию с медициной, у нее это получилось, она учится на физиотерапевта. После того, как вам, в принципе, джоп-центр дает добро, не заставляет вас подтвердить свою профессию, вы ищете самостоятельно школы, где вы будете обучаться. То есть пока на момент того, когда вы ищете школу, вы получаете пособие от джоп-центра. Ищите школы, пишите различные бвербунги в различные школы. Школы есть различного типа, есть государственные, где не нужно платить, и есть приватные, частные, где нужно платить определенные суммы. Сумма оплаты всегда разная. Инна у меня платит 140 евро в месяц, так как школа приватная, то есть частная. Государственную школу она на тот момент не нашла. Ищите, пишите, как я сказал, бвербунги, вам дают как бы ответы на бвербунги, да или нет, они принимают, не принимают. После этого вы едете на собеседование, с вами проходят собеседование, и потом уже в конечном итоге вы получаете ответ. Получите вы место в этой школе, либо не получите. После того, как вы получаете место в этой школе, вам джоб-центр в принципе уже не платит никаких пособий, никаких денежных средств. Для этого, чтобы оплачивать школу, вам нужно, если возраст ваш позволяет, а это приблизительно до 35 лет для иностранцев, подать антракт на БАФИК, так называемую стипендию, и вы будете получать эту стипендию и платить с этой стипендии за обучение, за проезд и тому подобное. Других вариантов, к сожалению, я вам сказать не могу, так как мы именно пользуемся этим вариантом, то есть ино получает у меня БАФИК, и с этого БАФИК она уже выплачивает деньги 140 евро за обучение и плюс еще платит за проезд. Но опять же, нужно понимать правильно, что вы не совсем не получаете деньги от джоб-центра, вы будете получать. В любом случае, если ваш супруг либо супруга не работает, либо работает, но получает мало денег, тогда джоб-центр делает полностью перерасчет всех ваших доходов за месяц, в том числе, туда входит и детская пособие и тому подобное. Все, что вы получаете, делает расчет, и той суммы, которой вам не хватает до прожиточного минимума, они вам все-таки будут доплачивать. Друзья, поэтому не переживайте, если вы хотите ехать в Германию, то приезжайте сюда, здесь у вас обязательно все получится. Никто вас не бросит в безвыходной ситуации. Есть, конечно, бюрократические проблемы, связанные с документацией, с обработкой документов. Здесь это немножко все долго, но в любом случае вы получите помощь от государства, и вы получите другие виды различной помощи. Хороший пример. Моя жена Инна, она захотела связать свою жизнь с медициной здесь в Германии. Она об этом заявляла с первых терминов, и она это сделала, и сейчас учится на свою профессию, о которой она мечтала, на профессию физиотерапия. Я всегда это говорил и буду продолжать говорить, что если у вас есть цель какая-то в жизни, и вы хотите ее достичь, то вы обязательно этого достигнете. У вас все обязательно получится. Если вам понравилось это видео, то ставим, как всегда, обычные лайки. Но можете для разнообразия поставить дизлайк. Подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписался. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. Без баль. Чус. Бери свой путь, по которому ты шел бы, жил бы, верил бы, был бы, смог бы идти, ощущая цель впереди.